Я рад приветствовать вас на сегодняшнем вебинаре, в котором мы рассмотрим базовую часть диагностики и устранения неполадок в АТС ЕАСТАР серии С. Вопросы диагностики и устранения неполадок – это тема одного дня курса по ЕАСТАР, поэтому все вопросы мы охватить сегодня не успеем. Мы посмотрим лишь основы, как можно произвести диагностику, какие инструменты использовать, как это можно реализовать, дальше отправить заявку в Helpdesk и дальше по цепочке, как можно поработать с диагностикой. Итак, в ходе сегодняшнего вебинара мы рассмотрим вопросы, которые часто возникают по неполадкам, как подключиться к АТС с помощью ПАТИ, организовать журнал системный в АТС, создать сетевой дамп и собрать информацию для создания запроса в системе Helpdesk в компании Epimatico. Итак, давайте перейдем к теме. Большая часть вопросов, около 70% в АТС в шлюзах компании ЕАСТАР состоит в следующем. Это работа протокола СИП под системой VoIP. Более 70% вопросов – это вопросы регистрации СИП телефонов или линий, обработка входящих или исходящих вызовов, а также вопросы по работе голоса и обрыв вызовов. Диагностику и способы устранения данных инцидентов, данных вопросов мы сегодня посмотрим, как это можно определить, какими инструментами можно продиагностировать. Далее, менее или около 30% вопросов занимают вопросы по интеграции АТС с другими системами, вопросы по работе аналоговых цифровых либо других линий связи, вопросы обновления ПО, по сбое оборудования и запросы на разработку функций. По вот этим вопросам мы сегодня с 4 по 7 рассматривать не будем. Далее у нас товарищ делает еще один вебинар, он рассмотрит эти вопросы, которые в холдеске у нас появляются и обсудит, как с этими вопросами бороться, решать рекомендации по обновлению и так далее. Сегодня мы рассмотрим вопросы по ВАИП, в частности по протоколу СИП оборудования EASTAR. Итак, чтобы решить вопросы в системе ВАИП, СИП, мы используем инструмент. Инструмент номер один – это программа ПАТИ. ПАТИ помогает нам подключиться к АТС по протоколу ССАЖ и запустить трассировку ядра АТС на основе Астериск, запустить трассировку протокола СИП, и мы сейчас посмотрим, как это можно сделать. Итак, далее я перейду к видео, я слайды, демонстрацию слайдов пока выключу, и также я выключу изображение, поскольку здесь нам необходимо будет иметь именно текстовую информацию со программы ПАТИ, либо со слайдов. Вот я отключаю свое изображение, перехожу к демонстрации экрана. Так, давайте попробую сделать демонстрацию рабочего стола. Начать демонстрацию, окей. Приложение, доступ, выберите, что можно показать, отлично. Так, что у меня доходчиво стало. Итак, использование программы ПАТИ для работы с АТС Ястар серии S. Сама программа ПАТИ, она стандартная для Windows систем, для подключения по SSH, как бы наиболее распространенная. Вот, найти ее можно с помощью поисковика. Здесь, допустим, в Google мы вводим ПАТИ. Далее у нас выходит первый слайд скачать ПАТИ. Мы скачиваем ПАТИ по первой же ссылке, переходим на Download ПАТИ. Находим ПАТИ.exe, смотрим, как для своей системы, правильно для разрядности своей системы, и ее скачиваем. ПАТИ у нас загрузилась. Далее мы можем ее открыть и уже в АТС формировать подключение. Так, далее мы должны перейти в IP-АТС Ястар серии S, собственно, залогиниться в систему. Так, сейчас я перейду в вебинар. Так, сейчас демонстрация экрана нормально идет? Слышно, видно, нормально демонстрация экрана, все. Поставьте плюс, если нормально. Так, отлично, все, Юрий, Денис, спасибо. Перехожу обратно в АТС. Вот, у нас консоль, веб-консоль для доступа в АТС здесь на экране. Вот, ну, в первую очередь по диагностике Ястар можно посмотреть вот здесь вот в оповещениях идет восклицательный знак. Можно посмотреть оповещения, которые у нас в АТС регистрируются. Когда мы посмотрим, у нас эта страница очищается и знак пропадает. Это окно становится пустым. Вот, эти сообщения относятся к системному журналу. Мы рассмотрим их чуть позже. Так, давайте сейчас перейдем к пати. Заходим в настройки АТС. Заходим в настройки безопасности, сетевые службы. Далее нам необходимо включить протокол ССАЖ на АТС для того, чтобы к ней подключиться с помощью пати. Сейчас он здесь включен. Мы его можем выключить, включить заново. Вот, и у нас АТС предлагает нам использовать вот такой пароль по умолчанию. Мы можем его заново сгенерировать, нажать кнопку «Создать». У нас генерируется следующий пароль. Вот таким образом мы можем менять пароль на АТС. Это будет временный пароль, который мы можем поменять. Точнее, даже он будет не временный, он будет постоянный. Мы его можем вот так скопировать, уже использовать для подключения к нашей АТС. Нажимаем «Ок» и все. У нас доступ к АТС открыт по данному паролю. Далее мы выбираем в компьютере программу Notepad, допустим. Пусть будет обычный Notepad. Сохраняем здесь пароль на SSH АТС для того, чтобы его скопировать без всяких дополнительных символов. С помощью Ctrl-C копируем его. Далее переходим в программу «Пати». Вводим IP-адрес АТС. Это у нас 192.168.250.226. Порт для SSH 80.222. Вводим IP-адрес. 192.168.250.226. Вводим в порт 80.222. Нажимаем «Опен» и все. Здесь для логина нам необходимо использовать саппорт. Саппорт. Все вставили. Все. Отдается у нас по этому паролю. По сгенерированному нас запустим. Далее, если мы хотим поменять пароль, мы набираем «Pathos.vd» команду. Вводим старый пароль. Тоже правая помощь и копируем. И вводим новый пароль. Все. Ввели пароль. Пароль был изменен. Мы подключились к КТС с помощью протокола SSH. Далее. Для того, чтобы производить диагностику в КТС, нам необходимо набрать «Акстериск» минус «ВВР». Чем больше «ВВР», тем выше уровень подробностей для логирования в SSH для «Акстериск». Можно еще больше набрать, но, как правило, не более 5 «ВВР». У нас «Вербос» — это подробность логирования. У нас запускается в консоль. Все. Мы попали в консоль «Акстериск». Далее мы видим здесь ту троксировку, которая проходит через IP-ядро на АТС «Ястар». Это «Акстериск» версии 13 с драйвером канал «PG-SIP». Теперь, если мы наберем «PG-SIP» в «SetLoggerOn», у нас включается троксировка «SIP». И вот здесь по данной трассировке «Акстериск» и «Протоколы СИП» можно видеть поток пакетов, поток событий, которые происходят в нашей АТС. Для того, чтобы произвести диагностику какой-то проблемы, нам необходимо отловить последовательность SIP-пакетов в этой консоли. Давайте сейчас попробуем зарегистрировать телефон на наш АТС. У меня сейчас зарегистрирован телефон 10.15. Мы его снимаем с регистрации с данной АТС и далее регистрируем. У нас еще происходит трассировка пакетов с других телефонов. Это пакеты «Опшенс». Они нам немного мешают. Соответственно, в реальном режиме, когда на АТС поступает или совершается много вызовов, то данный метод необходимо отфильтровать по IP-адресу. Далее в слайдах будет показано, как это в консоли отфильтровать. Сейчас мы сосредоточимся на трассировке процесса регистрации. Когда мы регистрируем на АТС IP-телефон, у нас телефон отправляет на АТС регистр. Мы отправили пакет регистрации, останавливаем трассировку с помощью «Контрол-С». Вот и видим, что у нас на АТС поступил регистр. Потом мы должны этот регистр найти здесь в консоли SSH. Вот. Найти его немного проблематично, потому что большой поток событий. Вот. Ну, давайте еще раз попробуем. Так, это нам не нужно. Закрываем. Снимаем с регистрации. Unrichable у нас пишет. Подключаем заново 10-19 номер. Все. У нас произвелась регистрация. И на эту регистрацию. Так, вот она регистрация. С адреса 254-132. У нас должна быть регистрация по номеру 10-19. У нас должна быть регистрация по номеру 10-19. Также регистрация по этому номеру. Если у нас невозможно определить, здесь очень трудно найти, мы можем выполнить трассировку с помощью TCP-Dump. TCP-Dump минус V, порт 50-60. TCP-Dump минус V, порт минус 50-60. И у нас пошла трассировка. Так, и здесь также можно сделать фильтрацию по хосту. Так, для фильтрации по хосту у нас должен быть здесь известен IP-адрес нашего компьютера. С которого, точнее IP-телефона, с которого мы производим регистрацию. Так, мы его узнаем с помощью IP-конфига. Адрес нашего компьютера в этой сети 172.16.30.244. Так, сейчас попробуем найти по этому адресу. TCP-Dump минус V, порт 50-60, хост, вот этот. Так, стоп, стоп, стоп. 172.16.30.244. Я копирую. Так, надо скопировать его. TCP-Dump. У нас V, порт 50-60, хост. Так, надеюсь, сейчас он нормально скопируется. Придется его вручную внести 172.16.30.244. 172.16.30.244. 172.16.30.244. Так, и пишет 172. 172.16.30.244. У нас здесь нужно отфильтровать по порту 50-60 и по хосту. Так, здесь вот в слайдах показано IP-хоста. Попробую без порта. Попробую без порта. У нас пошли пакеты на все порты на данный хост. Я тут подключен по SSH, поэтому это все SSH пакеты идут. Нам они не нужны. Мы должны отфильтровать по порту. 50-60. Так, все равно пишут. Поэтому мы должны поставить End. Все, теперь у нас пошел фильтр правильно. Вот, когда мы регистрируем наш телефон, сейчас мы должны все-таки поймать этот пакет с этого компьютера. Так, пакет почему-то не идет. Странно. Возможно, у меня телефон регистрируется по внешнему адресу. 50-60. Сейчас еще одну попытку делаем. Ну все, здесь я вижу. Пошел. Так. А, все, поймал регистр. Вот он. У нас идет регистр от номера 1019. Тусип 1019. Сейчас мы найдем первый регистр. Так, ФСД нам не нужен. Вот у нас первый регистр, который пошел от данного телефона с адресом 172 16 30 244 на АТС. Вот он регистр. На этот регистр АТС отвечает он авторайзет. Далее телефон отправляет второй раз регистр уже с авторизованной подписью. Потому что АТС отвечает он авторайзет с цифровой подписью. Вот. И телефон берет эту цифровую подпись от АТС и отправляет второй регистр уже с цифровой подписью. Далее АТС отвечает окей и соответственно регистрирует на себе этот номер телефона. Вот данный адрес телефона 172 16 244. вот но почему-то он здесь не хочет идти. хост по вот этому адресу хоста. Так все пошел. Наверное неправильно в предыдущем IP адрес внес. Поэтому неправильно и отображалось. Сейчас мы посмотрим, какой у нас сейчас будет регистр. Ну все в принципе у нас заработало. У нас все показало. Вот. Сейчас я выполнил фильтрацию именно по этому адресу IP телефона. Телефон на моем ноутбуке. Да. Порт 5050, порт 5060. Я немного ошибся. Там мне подсказывают. Вот. Отлично. Так. Сейчас мы фильтрацию сделали. И давайте посмотрим. Сейчас сняли с регистрации этот телефон с этого адреса. И еще раз пробуем регистрировать. И все. У нас пошла чистая трассировка SIP только по этому IP адресу. Телефон отправил регистр. Далее. АТС отвечает. Он авторайзет. Второй регистр с авторизацией. И SIP 200. Окей. Значит. У нас есть SIP трассировка. И в SIP трассировке есть как бы такой диалог. Телефон отправляет на сервер. То есть на АТС запрос. Регистр. И АТС отвечает ответ. В начале был ответ. Он авторайзет. Это ответ ошибки. Потом. Но это правильная ошибка. Это не ошибка авторизации. Это как бы она считается ошибкой. 401 он авторайзет. Четвертый класс ошибок. Вот. Но эта ошибка должна быть здесь. Поскольку АТС запрашивает у телефона еще авторизацию. Телефон отправляет второй регистр с авторизацией. И соответственно. АТС после этого второго регистра отвечает 200. Окей. То есть регистрация состоялась. Это у нас агностика с помощью TCP там. Вот тот же самый. Ту же самую трассировку. По этому же IP адресу. можно произвести с помощью астериска. С помощью консоли астериска. Так. Это нам не нужно. И. Это. Будет показано. Сейчас это найду. Спидамп. Астериск. Ксет. Так. Поджесип. Сет. Логер. Хост. И опять же этот IP адрес. То есть. Сейчас. То же самое. Процедуру. Мы посмотрим. Астериск на АТС. Без TCP дампа. То есть. Это был TCP дамп. Трассировка с помощью. Просто консоли самого линукса. А это. Будет трассировка с помощью консоли астериск. Так. 544 адрес. Я копирую. Хост. Тоже. Я копирую. Запускаю. ПВР. 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 Запускаю. И здесь. П. Дж. Сип. Логер. Он. Я отключаю трассировку. Которую. Включал до этого. Общую. Так. Сет. Логер. Оф. Я отключаю трассировку. И включаю сет. Логер. Он. На вот этот хост. Все. Теперь у меня. Так. Идет какое-то сообщение. На хост. Нейм. Необходим. Хост. Нейм. Что ли. Дисепсед Логер. Он. Хост. Вот этот. Так. Наверное. Все таки. Нужно. Нужно. Использоваться. Вот так. Так. Наверное. Все таки. Использовать. она так здесь ругается поэтому здесь нужно использовать имя хоста так сейчас я посмотрю на тест на тест не пускает так сейчас я посмотрю хост а дальше все там я не должен был он нажимать немного сбился вот по gc set логер хост вот она команда по gc set логер хост и указать адрес хоста все и у нас пошла трассировка от данного хоста на т.с. так сейчас мы снимаем телефон с регистрации регистрируем под какому-то другому ваш софтфон и заново регистрируем наш софтфон на от с по номеру 1019 все и ту же самую трассировку которую мы увидели в тиспе дампе мы сейчас видим с помощью консоли отладки на от с системе астриск вот останавливаем трассировку и здесь видим у нас от с регистрируется телефон регистрируется на т.с. вот такого-то номера вот такого-то адреса от с отвечает он авторайзет далее идет второй регистр с авторизация и мы здесь уже видел то что мы не видели в тиспе дампе что у нас астриск на т.с. сделал создал контакт до для номера 1019 1019 вот и все телев отец у нас зарегистрировала этот телефон и ответила 200 окей значит что у нас не будет видно в тиспе дампе тиспе дампе у нас не будет видна трассировка самого астриска и причины почему у нас астриск не регистрирует телефон так будет виден только ответ постоянный что допустим нет авторизации либо сип ответ который отец будет отвечать на софтфон здесь вот вместо 200 окей если неправильный пароль здесь будет постоянно писать он авторайзет он авторайзет он авторайзет и в конце концов у нас отец этот телефон заблокируют и поместит в банк вот точно так же вместо айби телефона можно ввести айби адрес или доменное имя провайдера и проверьте регистрацию от с на провайдере если регистрационное имя верно тогда у нас это зарегистрируется если неверно тогда вернет какую-то ошибку вот тоже самое это рассмотрели как бы вопрос регистрации неверной регистрации или верной регистрации айби телефона на сама от с мы сейчас можем здесь изменить пароль и увидим постоянно вот эти вот ошибки до из аккаунт сейчас ведем какую-то единицу в пароле у нас пароль паспорт один зададим паспорт 11 еще раз введем трансировку sip и попробуем зарегистрировать у нас возникнет ошибка сохраняем и все у нас отец постоянно отвечает соответственно у нас отец не авторизует данный телефон сколько бы мы не старались вот этот софтфон отправил так сохраняем туда отправляет постоянно регистрацию и при неправильной попытки регистрации софтфон не принимает на штат пароль пишет что выводит окно о том что неверный пароль и видите правильный пароль необходимо ввести правильно соответственно ipi телефон я линк будет отправлять регистрацию с несколько несколькими попытками здесь будет идти постоянно она вторая в этом будет проявляться ошибка регистрация пи телефона на отец и соответственно отец поместить данный телефон в банк вот это у нас был вопрос регистрации все сохраняем правильный пароль и у нас регистрация пошла верно вот далее если мы хотим диагностировать вызов неверный вызов с помощью отец через какой-то транк вот у меня сейчас к тс подключен транк шлюз gsm мобильный шлюз вот и соответственно через мобильный шлюз попробовать вызов по тиспи дампу я пока показывать не буду по тиспи дампу мы уже посмотрели основу как можно диагностировать вот но дальше мы будем через вот эту систему через конструкцию 300 смотреть хождение вызов вот здесь у меня показал показана трассировка на данный айби адрес так но у меня еще должна быть трассировка на айпи адрес моего шлюза айпи адрес моего шлюза 192 68 250 74 вот сейчас мы попробуем совершить верный вызов и увидим трассировку вызов я это оставляю пока выполняю вызов этот вызов уже был я вызов вот у меня а т.с. у нас а т.с. пишет о том что попытка вызов выполняется и в принципе телефон звонит мы на него отвечаем и кладем трубку все вызов совершился дальше мы можем остановить трассировку для того чтобы проанализировать то что у нас сохранилась данного в данной трассировки вот и здесь мы видим что у нас а с телефона на а т.с. отправляется и вайт а т.с. отвечает опять же на инвайту на 2 раза это ошибка 401 это ошибка авторизации ошибку а т.с. отправляет инвайт а т.с. отвечает он авторайзет далее телефон отвечает а и отправляет повторный инвайт уже с авторизацией после этого астерис запускает свою внутреннюю логику на а т.с. эта логика а т.с. здесь нам эта логика особенно не нужна если все нормально то мы должны в этой логике просто найти команду диал вот она команда дело отправляет ран у нас вот он есть транс настроен это если транс провайдера то то есть это канал сип через который вставляется исходящий вызов из а т.с. наружу вот на команды делал после этой команды делал нам эта трассировка тоже не нужно и мы видим что а т.с. отправляет на шлюз но мы сейчас этого не видим мы видим только ответ от а т.с. на сам телефон вот этот а почему а потому что у нас здесь трассировки показан только хост который связан с телефоном только ip адрес телефона так здесь мы можем ввести орхост орхост 192 168 250 250 170 нет просто 74 и у нас ор не принимает здесь у нас не принимает возможно здесь поставить сколько тогда у нас но сучка вам по моему у нас эта штука она не будет работать на оба ip адреса только пор домой и адресу у нас по джи сип будет работать для определенного хоста трассировка подписи будет работать носит трассировка канала подлесит на ответ мы можем просто ввести другой хост 192 168 250 и посмотреть трассировку именно на этом люди у нас шлюз 192 168 24 так тут я вроде все правильно вел и все пробуем вызывать трассировка нормально отображается сейчас он телефон зазвонит телефон сработал то есть трассировка сработал так теперь мы в консоли астериск на от с видим как бы другое плечо мы отфильтровали по другому плечу видим что у нас идет давайте я наверно еще раз сделаю чтобы это все правильно поймать так это нам не нужно все трассировка пошла останавливаем сейчас позвонит останавливаем завершаем все останавливаем консоль здесь вот много очень как бы у нас поэтому здесь вот вот команды нажимал enter нажимал enterом пропускал эти вот строчки чтобы поймать трассировку здесь я уже не вижу трассировку от телефона на отец я уже вижу трассировку от отец нашлюз то есть другую плечо вызова вижу команду дел и вижу что на шлюз пошел инвайт дальше шлюз отвечает она вторая за ок вот и дальше у нас идет trying ринг рингинг и 200 окей 200 окей это состоялся вызов вот 183 совершенно прогресс вот для того чтобы понять что это за пакеты и что каждый пакет означает необходимо знать протокол сип это все работает по протоколу сип протокол сип это тема отдельного занятия это занятие может занимать более времени рамок вебинара вот возможно в дальнейшем сделаем еще один вебинар по протоколу сип но сейчас мы это кратко рассмотрим мы не будем вдаваться в сам протокол мы видим только отправку инвайта от отец на провайдер частности на наш шлюз видим один она вторая и дальше видим ответ окей трайн тоже видел статус рингинг и ответ окей если ответ окей значит вызов у нас совершается нормально пойти воспроизведем теперь ошибку позвоним на неправильный номер так я уже это делал у меня здесь вызов сохраненный неправильный номер вызываю так у нас пишет здесь номер не найти следовательно отец у нас на этот шлюз вызов не отправляет поскольку не сконфигурированы сходящий маршрут но она отец отправляет нам пассировку и отправляет ответ вызов ответ этого инвайта к телефону и мы это сейчас должны увидеть что мы это увидим так отлично все трассировка прошла здесь мы видим что телефон отправляет инвайт на т.с. остановим эту трассировку телефон отправляет инвайт на т.с. а т.с. отвечает и на вторая за телефон отправляет второй инвайт т.с. у нас отец отвечает 404 not found то есть на второй инвайт отвечает ошибку 404 not found то есть это означает что у нас адрес не принимает не обрабатывает данный исходящий вызов с телефона это значит а далее телефон отправляет в ответ а то есть окно подтверждение того что а т.с. не приняла этот инвайт вот она эта ошибка это говорит о том что у нас на т.с. не сконфигурирован исходящий маршрут так здесь меня слышно надеюсь я не пропал давайте зайдем на т.с. создадим этот исходящий маршрут вот он исходящий тут аг-400 мтс у нас есть маршрут с восьмеркой я набирал далее с семеркой у меня этот вызов не ушел потому что не обработался ни одним из маршрут чтобы этот вызов уходил необходимо добавить плюс семерку да у нас отец будет отрабатывать не на плюсе на плюсе сохраняем далее у нас вызов пошел и вызов отправился на номер завершить у нас вызов отработал нормально вот мы это зарегистрировали так вопрос рекомендации и вопрос исходящего вызова да стрессировкой мы как бы через а сосаж рассмотрели вот если возникают какие-то сложные вопросы которые невозможно решить то эту трассировку можно скопировать вот так copy all to clipboard далее эту трассировку можно поместить текстовый файл создать на рабочем столе текстовый файл создаем и трассировку помещаем и только открывать его будем не этой программы открывать его лучше программой notepad плюс плюс если мы его откроем обычным текстовым редактором тогда у нас могут быть некоторые проблемы и неудобства чтения так это все не сохраняем сейчас сохраняем так мы здесь в party просто копируем из настроек party copy all to clipboard и вставляем эту трассировку в текстовый сохраняем вот и соответственно данный файл мы уже можем отправить helpdesk на опиматику если у нас возникают вопросы которые мы не можем решить с помощью трассировщика консоли ssh так этот файл пока оставим мы потом посмотрим как его можно отправить helpdesk опиматики так теперь тут же самую процедуру можно выполнить с помощью сейчас я открою трансляцию документа так вот он документ начиная демонстрация документа party мы посмотрели здесь в слайдах значит дадим ссылку потом для скачивания pdf данных слайдов эту информацию все можно будет найти как включить где достать party это все здесь как включить party как скопировать это все здесь показано вот далее для различных продуктов я стар как от с таки шлюзов в оборудовании существуют различные логины и пароли ранее в ранних версиях от с я старт с был один саппорт и пароль был и я старт сейчас это в последних версиях прошивках поменяли прошивок поменяли и логин саппорт и пароль рандомный которая показал значит я старт также в оборудование в шлюзах существуют пароль root логин root и пароль ys123456 это справедливо для шлюзов старых поколений версии 1 2 и версии 2 вот для новых шлюзов поколений версии 3 хардвар версии 3 используется логин саппорт и пароль я старт вот какая версия какое поколение оборудование у вас можно посмотреть а эмблеме на самой наклейки которая присутствует нашли там будет описано указана версия оборудования версия 1 версия 1 2 версия 1 или версия 3 вот такие вот пароли используется в оборудовании гиаста так далее так здесь показано как скопировать трассировку и также в party можно вывести всю трассировку просто в текстовый файл для этого значит в party необходимо выбрать настройки change settings выбрать сейшин логинг и выбрать здесь рабочий стол ввести имя файла прейс 2 . у меня будет нажать кнопку сохранить и обязательно выбрать printable out выбираем применяем и все у нас вся трассировка которая пошла в консоли будет сохраняться в этот текстовый файл часто да вот один пакет мы поймали сейчас мы посмотрим на этот файл он должен у нас появится на рабочем столе вот трейс 2 мы этот файл открываем редактором но упад мы можем его открыть редактором текста штатного windows не знаю у меня наверное вы нет здесь открыть с помощью да у меня на но упад все перекручено а нет все таки открывает лог у меня здесь может быть шрифт другой может быть кодировка это этим редактором смотреть как бы не совсем удобно а вот редактором но упад это все можно увидеть и все можно красиво анализировать посмотреть и самое главное этот файл после закрытия party да он будет содержать весь слог который у нас трассировки в т.с. через консоль ssh party присутствовал его можно потом просто заархивировать и отправить его и пимальчику так сейчас не получается его нужно остановить просто надо тогда получится и вот правильно пимальчику халдеск если какая-то такая глобальная проблема которую не сможете решить сами теперь саму программу но упад можно опять же найти с помощью поисковика вот здесь вот у нас переводит на загрузку файла далее мы можем этот но упад скачать зависимости от тема установить на свой компьютер и его использовать дальше с помощью контекстного меню открывать этим редактором наш файл вот если не охота в но упад если не охота сохранять это все файлы можно просто левая клавиши указательно указательной клавишей мыши выделить эту всю трассировку она скопируется в буфер и и и как бы поместить да это я уже указал вот здесь может быть некоторая проблема здесь может быть показано то что не хватит строк трассировка может быть очень длинной а в party у нас регистрируется только ограниченное количество строк соответственно в party должны переключить сколько строк хранить в экране вот и соответственно мы тогда вот этой вот кнопкой из контекста меню копированием буфер обмена будем все количество строк копировать вот мы указываем это значение в чем сеттингс в строчки windows на строк и сейчас у нас две тысячи строк и две тысячи строк по умолчанию ssh party у нас сохраняют нам иногда две тысячи строк может быть оказаться мало соответственно мы добавляем двадцать тысяч строк 200 тысяч строк я думаю хватит соответственно у нас длина самого лога будет больше и мы сможем проследить как бы большую часть трассировки и найти ошибки найти информацию которая нам понадобится соответственно при копировании буфер обмена из party все эти строчки будут помещаться пуфер вот так с помощью party мы рассмотрели давайте сейчас рассмотрим то же самое но с помощью уже встроенного инструмента на а т.с. и программы лайн шарк диагностика с помощью party может показаться не очень удобной она может показаться удобной только скажем специалистам которые работают с ssh и которые разбираются в том что которым легко очень найти здесь быстрее чем с помощью трассировки другими средствами вот в а т.с. также есть возможность трассировки с помощью в air shark она находится вот здесь вкладка обслуживания отладка захват пакетов ethernet для того чтобы выполнить эту отладку необходимо либо ввести ip адрес но в большинстве случаев лучше сюда ничего не вводить поскольку дальше уже в самом вайшарке мы будем искать эту строчку для самой а т.с. и в арешарке либо телефона и в самом вайшарке можно выполнить фильтрацию для того чтобы выполнить трассировку перед вызовом необходимо нажать кнопку старт далее необходимо произвести вызов вызов какой будет вот этот вызов так вызов прошел мы на него отвечаем вызов завершаем нажимаем кнопку стоп все после вызова после того как мы завершили вызов нажимаем кнопку стоп нажимаем кнопку скачать у нас скачивается архив мы этот архив можем открыть надеюсь у нас распакуется архив до отлично распаковался у нас вот и в самом архиве будет такой вот файл pick up capture 1 этот файл открывается с помощью программы вайшарк программа вайшарк можно найти с помощью того же поисковика просто нужно перейти поисковик и набрать вайшарк так вообще-то не здесь хотел это показывать вот здесь вайшарк здесь у нас поисковик переведет на сайт вайшарк в первой же ссылке вайшарк .орг здесь вот можно скачать сам этот вайшарк его найти его скачать для своей версии платформы и собственно установить вот установка вайшарк происходит как бы очень просто там next next finish вот так также существует вайшарк для других систем для mac os для линукса то есть данный программный пакет можно использовать в любой как бы системе вот что касается пати для других систем в mac os и в линуксе ssh уже встроен в саму систему и с помощью ssh уже опытные линукс пользователи как бы могут знать как подключаться по ssh другим системам kts здесь мы это рассматривать не будем все так вайшарк у нас как бы скачивается мы его устанавливать здесь на данный компьютер не будем так как бы не тема не вопрос темы а мы рассмотрим сам пакет который мы уже скачали данном пакете мы произвели вызов этот вызов был успешен здесь ошибок не было соответственно вайшарке мы видим по плеча вызов мы можем выделить используя вайшарк мы можем произвести диагностику сип вызов в первую очередь мы можем выполнить фильтрацию по сип у нас отец покажет все пакеты так так я демонстрацию экраны не запустил да отлично я демонстрацию не запустил трансляция висит мне не слышно сейчас не так меня сейчас слышно так сейчас меня слышно все отлично мне просто показали что мне не было слышно и так как на чем же я тут остановился сейчас я попытаюсь немного вернуться 1254 дал 12 сангрип 1252 трансляция слайд дадут отлично так далее давайте продолжим вот здесь я хотел показать что все видно отлично давайте вернемся к тому как у нас можно скачать сам ноу-пад ноу-пад можно скачать с помощью поисковика вот находится он вот здесь можно перейти по ссылке для скачивания вот и ноу-пад скачать себе на компьютер установить и собственно с помощью ноу-пад можно смотреть и копировать трассировки из самого варшарк самого пати текстовый документ мы скачали ноу-пад сюда можно вставить то что мы скопировали далее я показывал про варшарк про варшарк варшарк также скачивается с помощью поисковика переходится на сайт варшарк точка ком и вот отсюда варшарк точка ворк отсюда можно скачать версию варшарка которая нам необходим 32 или 64 битов все так далее для того чтобы варшарком просмотреть трассировку на самой от с нам необходимо снять эту трассировку трассировка снимается вот здесь вот консоль от с в обслуживании перед вызовом мы нажимаем старт после вызова мы нажимаем стоп далее нажимаем скачать файл файл раскачивается мы этот файл распаковываем и в распакованном файле уже открываем этот файл варшарком в самом варшарке мы можем выполнить фильтрацию по сип и также мы можем посмотреть саму трассировку сип с помощью анализа войп звонков мы переходим варшарке в телефоне войп calls у нас появляется окно сессий айпи телефонии сессии сип втс выбираем эти обе сессии выбираем в флоу сиквенс вот у нас появились сеть и для нормального вызова инвайт у нас пошел с телефона на от с далее от с отвечает trying потом отправляет инвайт на провайдера далее провайдер отвечает 200 окей это правильная правильный ответ на вызов вот и далее у нас а тс отправляет от 200 окей на телефон потом после завершения вызова у нас идет бай провайдер положил на стороне провайдера телефон положил трубку со стороны провайдера и телефон отвечает на этот бай 200 окей то здесь у нас показана диаграмма вызов успешного вызова если этот вызов не успешен вот тогда здесь будет ошибка давайте сгенерируем какую-то ошибку выполним призов допустим через девятку на тс вот мы запустим трассировку перед вызовом нажимаем старт введем неправильный номер и попробуем вызвать идет набор номера и у нас от с отвечает номер не найден вот нажимаем здесь стоп нажимаем скачать и у нас появляется архив скачивается архив мы этот архив забираем точно так же его распаковываем это там неправильного вызова извлекаем и здесь в папке у нас появляется архив пикап каптуре 1 далее мы можем его точно так же открыть в архом перейти в телефонию нажать web calls и мы видим что у нас не оба плеча вызова одно плечо вызова которая состоялась от ip телефона на а тс вот далее мы нажимаем flow sequence и видим что у нас от телефона а тс был отправлен инвайт и а тс на этот инвайт ответила 404 not found то есть тот же самый not found который мы видели в ssh у нас отобразился у нас был зафиксирован в ашарке значит инструмент в ашарк удобен для визуальной отладки вот этих сессий также для визуальной отладки сип можем на этот инвайт наступить на ответ это тоже можем наступить здесь flow sequence и посмотреть причину и номер на который вызов в месседж хеддер мы видим куда был отправлен инвайт на какой номер и в 404 not found мы видим причину почему этот вызов не отправился данный инвайт может отправляться также от а тс на провайдера и по тоже может отвечать не обязательно 404 not found ошибка может быть 6 класса 5 класса 4 класса ошибка может быть абсолютно любая и вот по этой ошибке нам необходимо найти причину если опять же причина не отходит не находится мы не можем ее найти тогда мы этот файл закрываем и просто данный архив у себя сохраняем и будем потом отправлять эту всю за формировать заявку отправлять хеллдеск на ip-матику далее мы рассмотрели инструмент в airshark и инструмент пати как сохранять в airshark трассировку мы рассмотрели и как сохранять в пати трассировку и как сохранять трассировку для в airshark Мы это рассмотрели. Давайте опять перейдем к презентациям, только чтобы я ее не забыл выключить. Начать демонстрацию слайдов. Эти слайды потом поместим у нас на сайте. Есть отдельный такой раздел вопросов. Эта презентация там будет. Я потом покажу немного про этот раздел. Так, здесь это показано. Далее, получить ноутпад тоже показано. Как запустить трассировку Астериск без ключей тоже это показано. Вот. И в таблице здесь вот эта информация тоже о том, что я говорил, показано. Также через консоль на АТС, через АСАЖ можно выполнить сохранение дампа в само АТС, в жесткую память на АТС. Различные варианты сохранения, они приведены вот здесь. Сохранение ведется с помощью команды, с помощью той же команды TCP-DAMP. Различные ключи, они показаны на данном слайде. Вот. По этим ключам можно фильтровать по одному IP-адресу, по двум IP-адресам, что как бы не получилось сделать с помощью консоли на Астериск. Вот. И данный файл после сохранения можно потом из АТС достать с помощью FTP протокола и уже с ним поработать. Поскольку это тема более расширенного использования, здесь только приведен этот слайд, мы не будем акцентировать на нем внимание, поскольку это займет так дополнительное время. Вот. Далее у нас показано, как можно достать сам Варшарк, как выполнить оплатку с помощью Варшарка. Так, это показано чуть дальше на слайдах. Но. Вот. На данном этапе мы в Варшарке обработку рассмотрели. Сейчас давайте посмотрим системный журнал в АТС. И что в системном журнале АТС мы можем также увидеть. Вот два инструмента мы рассмотрели. Это SSH и Варшарк. Еще один инструмент мы сейчас рассмотрим. Этот инструмент у нас... Я перейду снова на рабочий стол, начинаю демонстрировать. Поделиться экраном. Делюсь экраном. И этот инструмент у нас существует прямо в АТС. Так. В АТС у нас есть настройки. В настройках есть журнал событий. Так, это не те события, он нам не нужен. Он у нас есть в системном журнале, в обслуживании, в АТС в обслуживании, в системном журнале. Все. Мы его видим. Здесь, в наш АТС 226 сейчас, никакие уровни отладки не включены. Мы просто берем вот эти все журналы, которые у нас есть, и их не смотрим. Для того, чтобы получить правильную отладку в журнале, мы должны включить уровень этой отладки. Мы должны выбрать все вот эти пункты, которые нам создают уровень логирования в нашем журнале. Ну, также включая и включая РТП. Вот эти все уровни должны быть включены. Я надеюсь, что слайд не подвис, что эта картина сейчас нормально демонстрируется. Демонстрация экрана у меня идет. Вот, включаем это. Сохраняем. Это все в слайде как бы есть. Применяем. Все. У нас отладка сохраняется. Теперь нам необходимо выполнить какой-то неуспешный вызов и успешный вызов. Вначале давайте выполним неуспешный вызов. Все. Неуспешный вызов выполнен. И потом давайте выполним успешный вызов. Так. Успешный вызов выполнен. Завершаем этот вызов. Теперь нам необходимо эту трассировку отсюда скачать. Обновляем. Так. И у нас 05.18. Сегодняшнюю трассировку мы скачиваем. И так же ее сохраняем на рабочий стол. Сохраняем на рабочий стол. Сейчас мы ее отстроим и посмотрим. В архиве у нас есть еще один архив. В этом архиве срок идет в виде архиве. В архиве есть еще один архив. И вот здесь вот в этом архиве у нас уже есть много-много файлов. Нас много файлов не очень-то интересует. Нас интересует файл по bxlog. Мы его открываем с помощью нотпад. В нотпад мы можем видеть всю ту же самую трассировку, которая была в СССР. И ту же трассировку, которая у нас была в Вайршарке. То есть, эта трассировка из системного журнала на самой АТС, из вот этого журнала, при уровне журнализации, который указан здесь, без указания IP-адреса, у нас сохраняется вот в этот файл pbxlog.0. Мы ее можем открыть, посмотреть, найти время. В 13.12 где-то я совершал вызов. И у меня, соответственно, вот этот вызов совершенный здесь должен отобразиться. Я его могу поискать с помощью Ctrl-F, с помощью Invite и найти. Да, с помощью Invite его вряд ли найду. Потому что он фильтрует. Вот мне нужен Invite SIP двоеточие. Invite SIP двоеточие. Invite SIP двоеточие. Вот он. Я его с помощью вот этой команды вот нашел. Invite SIP двоеточие. Я нашел, что у меня ТЭС отправила исходящий вызов. Вот он был, Invite. И далее на этот вызов у меня был ответ. Так, идентификатор вызова вот этот CSEC, да, 15296. Я вижу Invite от телефона на АТС с неправильным номером. Дальше мне нужно найти ответ с ошибкой на этот Invite. Я могу поискать с помощью вот этого значения. Найти далее просто. И все. У меня идет он авторайзер. И далее идет Invite с авторизацией. И далее идет Далее у меня должен идти 404 Not Found. Но его здесь нет. Поскольку в АТС у меня не вся диагностика скачалась. Вот. Необходимо подождать некоторое время скачать заново эту диагностику. Соответственно в этом файле у меня сейчас этот 404 должно сообщение появиться. Так. Вот он второй этот лог. Я заново его извлекаю. Так. Сейчас я посмотрю еще кое-что. Так. Демонстрация экрана у меня идет. Отлично. Час 16. Здесь у нас час 12. Вот он наш последний архив. Мы его распаковываем. и здесь вот в pbx log 0 мы видим эту трассировку. Далее здесь invite sip также находим. а нет 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 сосед указан. Вот сосед вот он invite идет от телефона к АТС дальше АТС отвечает на 2 АТС и дальше идет invite с авторизацией Так. И дальше у нас должен пойти 404 Not Found Да после АК у меня идет второй C7 Почему у меня сейчас не получилось Значит от АТС отходит первый invite на этот первый invite с вот этим идентификатором у меня идет он авторизер дальше на этот авторизер телефон отвечает АК и АТС формирует второй invite уже после авторизер вот он у него уже второй идентификатор уже другой идентификатор это вторая транзакция вот далее по нему можно найти ошибку вызова Not Found АТС ответил на этот invite на этот номер Not Found точно так же с Ctrl F можно ввести номер телефона то есть выделить номер телефона здесь нажать Ctrl F этот номер появится либо ввести его вручную и поискать все invite и все как бы SIP сообщения которые отправлялись по данному и таким образом самостоятельно продиагностировать ошибки по данному номеру так это у нас была трассировка SSH и трассировка Wireshark и трассировка журнала VATS все эти три инструмента мы рассмотрели для этого используется программа NottePad плюс плюс вот другие трассировки мы пока рассматривать не будем они у нас к вызовам как бы не относятся тут есть трассировки туннеля так далее трассировка FTP вот давайте вернемся к нашим слайдам и посмотрим еще кусту так здесь вот показано на слайде как сохранить этот журнал трассировки как его посмотреть также показано трассировок снятие трассировки для Wireshark где достать Wireshark показано как можно отфильтровать вот найти сессию вот и вопрос-ответ на самой станции вот здесь показана базовая версия SIP протокола базовый вызов на основе SIP протокола WTS и в принципе ошибка пример ошибки SIP протоколе из-за которой может не осуществляться вызов в частности производится обрыв вызова через 30 секунд после начала вызова вот это связано сетевой проблемой когда неправильно настроена сеть неправильно настроена подсистема сети WTS вот конкретно для каждого частного случая у нас отдельно целый день выделяется и мы это рассматриваем и мы эти случаи разбираем в рамках полутора часов мы это разобрать соответственно не успеем но если самостоятельно диагностировать не удается если есть какая-то действительно сложная проблема то у нас есть специальный сайт халпдеск вот на этом сайте можно создать заявку вот он находится на сайте ипиматика вот слайд сайта показан сейчас я перейду в демонстрацию экрана и покажу как можно создать заявку так включая опять демонстрацию рабочего стола если самостоятельно диагностику сделать не удается мы тогда создаем заявку в халпдеск мы переходим на сайт компании ипиматика вот и на сайте ипиматика у нас есть раздел поддержки в разделе поддержки мы выбираем раздел обратиться в техподдержку нажимаем нажимаем и у нас появляется окно халпдеск нажимаем кнопку отправить запрос обязательно здесь нужно ввести полное имя и свой email адрес выбрать соответственно одну из стран наших партнеров потому что у нас филиалы есть в различных странах выбрать категорию оборудования АТС либо шлюз ввести серийный номер серийный номер потом проверяется по базе ввести версию ПО вот ввести где куплено в какой фирме куплено устройство в частности у меня 31 сейчас версию ПО посмотрю на АТС так версия ПО на АТС смотрится в мониторе ресурсов вот здесь вот ее можно даже скопировать в виде рисунка отправить можно скопировать вот так но обязательно поместить ее сюда также обязательно поместить так поместить серийный номер АТС он находится вот здесь серийный серийный напротив строчки серийный номер он помещается в строчку серийный номер пишется где куплено устройство допустим у веб-девайс и пишется тема не исходящее работает исходящий вызов здесь очень желательно написать полное содержание проблемы вот я здесь напишу тест вот видели что это тестовая заявка тест не работают вызовы тест не работает исходящий вызов и теперь самое главное чем подробнее мы здесь опишем проблему чем подробнее мы опишем адрес как нас зовут то есть чем лучше мы укажем информацию тем быстрее и качественнее нам ответят с компанией пиматика так сейчас я надеюсь что у меня все в порядке я это сделаю здесь идет все вот важно также все трассировки которые есть которые мы сделали в процессе устранения диагностики самостоятельно в процессе нажатия этих кнопок которые показывают эти файлы выбрать и отправить данный заявок в частности мы формировали один файл копированием вручную второй файл с помощью пати и два файла мы сохраняли из трассировки втс все эти файлы мы добавляем и все далее мы нажимаем отправить запрос и запрос уходит нам возвращается вот такой вот номер соответственно на нашу почту придет этот номер вот и мы можем уже дальше по этому номеру в почту придет ссылка мы можем дальше просматривать статус заявки вот и таким образом мы сформировали заявку в холдасской пимати вот далее так для того чтобы самостоятельно диагностировать для того чтобы самостоятельно осуществлять техподдержку оборудования скажем у какого-то заказчика по каким-то контрактам по договорам техподдержки у нас есть также занятия для наших партнеров занятия для наших партнеров проводятся у нас в офисе либо удаленно вот находится портал занятий для партнеров находится по адресу академии start.ru этот адрес также указан в слайде вот на этом сайте можно пройти также экзамены я не буду подробно сейчас рассматривать каждый пункт но здесь можно зарегистрироваться на занятия зарегистрироваться на экзамен вот пройти базовые занятия издать экзамены по оборудованию ясно вот также на сайте эпиматика у нас есть раздел вопросов находится он вот здесь поддержка база знаний категорию здесь надо выбрать надо выбрать IP АТС либо слюзы категория IP-телефоны веб-слюзы в частности у нас IP-АТС IP-АТС и Астар Серебес нажать кнопку найти и соответственно у нас выйдут вопросы по которым мы можем почитать как нам подключиться и как сделать данные процедуры о которых я рассказывал для того чтобы снять трассировку здесь немножко урезанный вариант статьи но сделаем еще отдельно статью как это все подробно можно сделать с помощью различных инструментов для варшарка для логов и так далее для SSH так все по нашему сайту я рассказал так теперь давайте вернемся к слайдам вот также про академию также рассказал про создание заявок рассказал и про инструмент рассказал вот но в принципе по занятиям у нас есть занятия базового уровня занятия среднего уровня и занятия экспертного уровня как занятия экспертного уровня рассматривается протокол СИП цифровые протоколы так меня уже прогоняют вот и рассматриваются более подробно вопросы по диагностике устранению неполадок я стар серии С так кто-то пишет так отлично таким образом я свой сегодняшний доклад завершаю если у вас будут вопросы пишите пожалуйста на вот этот вот так не на этот адрес на другой адрес на мой адрес сейчас я напишу так меня уже выключают у меня уже пошли писки вот пишите пожалуйста на данный адрес я постараюсь ответить на эти вопросы вот еще один адрес вот коллеги спасибо за внимание демонстрацию завершают все до свидания